о всем привет привет прямом эфире сейчас жду когда все подсоединятся и будем начинать привет привет присоединяйтесь нотик с опозданием вышла сейчас дождемся когда все присоединятся кто хотел ну что пока ждем рада вас приветствовать на своей страничке этот эфир будет посвящен показу новой работы а этот эфир будет также посвящен ответу ответом на ваши вопросы я решила этот эфир проводить ну приблизительно наверное раз в месяц чаще думаю нет смысла за это время накопились вопросы и я сегодня буду рада на них ответить и так каждый месяц прибывают новые и новые подписчики и задают вопросы кто я что я как я начинала я дошла до жизни такой что начала делать такие большие такие большие работы давайте представлюсь еще раз меня зовут ирина простого я мастер по созданию авторской коллекционной игрушки работаю я в реалистичном стиле я создаю копии различных животных птиц натуральный размер вот это вот моя последняя работа это мужский тигр натуральную величину о нем чуть чуть попозже расскажу начала этим заниматься в 2017 году начиналось создание маленьких животных и постепенно пришла к созданию вот этих больших работ материала работ искусственный мех это полностью подвижные игрушки у них сгибаются абсолютно все части тела тигр может сидеть лежать стоять у него сгибается абсолютно каждая часть тела у него внутри специальный скелет это коллекционные игрушки которые повторяют все пропорции формы очертания настоящих животных в основном работаю я на заказ работа разъезжаются по всему миру вот если вкратце и так но теперь представлю тигра на этот раз это моя самая большая работа за все время работы за пять лет работы это действительно для меня был наверно даже некий подвиг сделать такого гиганта вот такой получился тигр он полностью подвижный у него сгибаются уши у него поворачивается шея может сидеть лежать стоять также у него открывается пасть то есть у него вот такой вот такая пасть открывается и закрывается вот он достаточно большой если видите даже на столе сижу поэтому обычно я на стуле сижу как будто представляю но он вот такой вот такой гигантский вот и эта работа радостная новость эта работа будет участвовать в эти выходные выставки в москве поэтому если вы живете в москве и близлежащих городах я вас приглашаю на выставку которая называется mosfair эта выставка посвящена куклам мишкам и мягким игрушкам антикварным куклам товаром для творчества в общем это удивительный мир потрясающая атмосфера и ближайшие выходные и женщину пятницу я буду представлять вот этого тигра на выставке поэтому если вы планируете приехать не стесняйтесь подходить я всегда рада знакомству с тигром можно будет сфотографироваться поэтому подходите не стесняйтесь это моя будет третья выставка как полноценный мастер к сожалению я с коллекции выйти не могу потому что работы очень очень быстро быстро находят своих хозяев и мне просто не удается собрать коллекцию чтобы ее показать но тем не менее вы просите вы спрашиваете где же можно увидеть работы и вот несколько раз в год я когда кто-то появляется наличие я участвую в выставках поэтому буду рада знакомству подходите не стесняйтесь обращайтесь буду рада с вами познакомиться вот что еще что еще рассказать в течение месяца не поступают вопросы и на эти вопросы я отвечаю вот таких также прямых эфирах многие наблюдали процесс работы тигра и процессе я получала вопросы о том я буду подгадывать у меня выписал их у меня лежит блокнот записанный а сколько весит тигр никогда увидели спросить такой вопрос вы знаете я его не взвешивала но по опыту могу сказать средние работы весит килограмма 3 ну этот наверное 45 может 6 ну то есть я вот его я свободно его поднимаю и то есть он абсолютно нет не тяжелый абсолютно то есть завтра я его повезу на выставку поэтому то есть я думаю транспортировка продет нас удачно да вот такие у него когти такие вот подвижные лапы многие спрашивают один из частых вопросов которые я получаю как как достигается вот эта реалистичность то есть на что нужно обращать внимание при создании работ наверное я отвечу так что в первую очередь это наблюдательность осмотренность автора а и высокая детализация что я имею ввиду подобные игрушки помогут продаваться в магазинах до для деток но если мы посмотрим на эти игрушки да она будет мягкая игрушка но она не будет настолько детализированная у нее не будет не будут такие пропорции у нее не будет столько оттенков в окрашивании у нее не будет подвижности ну вот именно реалистичность и вот такой эффект вау он создается за счет за счет детализации в первую очередь и насмотренности мастера который подмечает особенности строения и пропорции настоящих животных вот так наверное отвечу а вот а также получаю вопросы как можно этому научиться долго ли училась я как я к этому пришла ну смотрите многие видят такие большие работы и наверное не до конца понимают что к этому приходишь не сразу то есть я как мастер я начинала с маленьких работ я создавала вот такие миниатюрки да они тоже были реалистичные но я постепенно шла к этому размеру опять же если создавать вот такие большие работы то у вас в первую очередь на мой взгляд должна быть мастерская которая позволит ну вот такому масштабу расположиться я если честно не особо представляю как это можно делать не обладая мастерской потому что такие игрушки они требуют достаточно большого объема материалов и площади на который мастер работает ну вот представьте вот вот такой гигант и для его создания я как-нибудь покажу свою мастерскую меня вот так вот по кругу сейчас все в материалах все в мехи выкройках то есть это все имеет достаточно большие объемы поэтому я рекомендую начинайте с маленьких попробуйте и если понравится уже постепенно постепенно переходите к большим сразу таких больших я бы не рекомендовала делать также написали вопрос ирина потрясающие работы не верится что это игрушки можно ли этому научиться преподаю ли я но смотрите живые мастер-классы я не провожу потому что просто я физически не смогу выкрыть на них время но у меня есть мастер-классы с подробными фотографиями то есть допустим мы создаем работу мастер-класс включает порядка 100 фотографий процессы и мое подробное описание на данный момент у меня четыре мастер-класса это енот ёж лисенок и тигр но не такой поменьше тигр вот и также есть мастер-классы по маленьким животным вот с которых именно я бы рекомендовала вам начать потому что именно на маленьких вы почувствуете формы пропорции то есть соотношение да вот частей тела животных и уже постепенно перейдете к большим мастер-классы можно посмотреть по ссылке в моем магазинчике в шапке профиля там все мастер-класс есть здесь в инстаграме пока их не размещала вот что еще там спрашивали а а такой огромный тигр может ли он стоять да он стоять может в прямом эфире сейчас этого к сожалению не покажу потому что мы просто не влезем в кадр а позднее смонтирую видео там будто фотографии и все 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 будет видно конечно эта работа может и сидеть и стоять и лежать он и двигается открывает закрывает пасть в общем абсолютно полностью подвижный тигренок вот вопросы я сейчас озвучила все если у вас есть еще какие-то вопросы пишите сейчас в комментариях к этому эфиру отвечу прям онлайн и сейчас подождем если будет ага завершил я лыжный сезон вы знаете до сих пор нет вы кто следит за мной я достаточно спортивный человек по жизни и на самом деле этот апрель выдался конечно на удивление с нежным и до сих пор на этой неделе я каталась позавчера еще не закрыла не знаю все тогда буду с вами прощаться еще раз напоминаю что в эти выходные с восьмого по десятый апреля я вас жду в москве на выставке который называется mosfair выставка будет проходить по адресу тишинской площадь дом 1 подходите не стесняйтесь буду рада со всеми познакомиться пообщаться с тигром можно будет сфотографироваться так что подходите буду рада знакомству пока пока